Приветствую вас! Ну, начать мне бы хотелось с того, что отметить вопрос вы не задаете. То есть, вообще никакого. То есть, да, есть у вас вопрос. Определенная ситуация. Как в этой ситуации вести себя вы, я так понял, не знаете. Ну, что делать в этой ситуации вы тоже не знаете. На вопрос вы не задаете. Как бы. И здесь у меня к вам, наверное, будет вопрос такой, встречный. А вопрос-то у вас в чем? Ну, то есть, понятно, есть ситуация, то есть, понятно, есть там определенное недопонимание между вами. Хорошо. Заброс какой? Какой? Чего хотите вы? То есть, хотите ли вы, например, чтобы ситуация, ну, осталась такой же? Или хотите ли вы, чтобы что-то поменялось? Или вы хотите с ним сблизиться? Или как? А чего хотите? Вот это, наверное, такой первый момент, который мне кажется нужно прояснить. Что вы ждете от психологов. Какой помощи хотите от психологов. Дальше. Значит, смотрите, какая получается штука. А вы со своим начальником на вы, он с вами на, ну, попеременно. То ты, то вы, да, то есть, как-то вот непонятно вообще, что он хочет, да, и как он к вам относится. Значит, смотрите, если вам, в принципе, ну, все равно, да, то есть, если вам неважно, если вы не хотите с ним сближаться, например, ну, неинтересно вам сближение с ним. Если вы не хотите, там, ну, не знаю, чего-то большего, например, да, с ним и так далее. То оставьте все, как есть. Ну, вот. Просто оставьте все, как есть. Пусть будет, как вот есть сейчас, на данный момент, и как бы все. То есть, со временем, со временем, ситуация нормализуется, мужчина поймет, как он к вам относится, мужчина поймет, чего он хочет, мужчина поймет, что ему нужно. Мужчина, от вас, мужчина увидит свои чувства, мужчина увидит, как бы свои, свои потребности, вот. Все это произойдет. Просто, ну, немножко не сразу, вот. То есть, я, конечно, не знаю, сколько времени вы работаете, может быть, уже довольно много времени работаете, тогда, конечно, как бы уже пора бы, да. Вот, но, если еще раз повторяю, вы не торопитесь, если еще раз повторяю, вы не спешите, если у вас нет заинтересованности в нем, как в мужчине. А это вот как раз непонятно, исходя из вашего текста, да, то есть, непонятно, хотите ли вы чего-то от него для себя, или не хотите вы чего-то от него для себя. Да, если у вас желание, там, например, с ним, ну, сближаться более серьезно или нет, то есть, все вот это вот как бы не очень ясно, вот. Вот, но, тем не менее, если нет заинтересованности, то, как бы, как бы, ну, просто-напросто не пропитешь, значит, все реализуется само собой. Значит, что делать, если есть чувство, вот, что делать, если есть чувство, как быть, если есть чувство, если я хочу, там, с ним сблизиться, все-таки, да, вот. Вот. Что делать в этом случае? В этом случае, если вам хочется сблизиться, то здесь, конечно, нужно брать ситуацию в свои руки и, как бы, ну, проявить инициативу. То есть, например, если видите, что человек вот так вот к вам попеременно, да, то есть, вроде бы он и на вы, вроде бы он и на ты, да, то есть, он так вот сплавает, сплавает в отношении к вам, в отношении к вам сплавает, вот. Соответственно, его нужно немножечко подтолкнуть. Постарайтесь его пригласить куда-нибудь, просто сидеть, просто пообщаться, просто взаимодействовать, ну, как бы, как бы не в рабочей обстановке, да, вот. Вот. И, собственно, это позволит вам и ему понять, что же вообще он чувствует, там, по отношению, да, к вам. Какая модель поведения для него, ну, наиболее, наиболее приемлема, да, то есть, либо он решается на то, чтобы сближаться с вами, либо не решается, да, то есть, это вот. Ну, это вот такое, вы как бы делаете первый шаг к мужчине, ну, даже не первый шаг, а просто, может быть, шаг к сближению вы делаете, да, то есть, ну, просто даете вам возможность мужчине как-то вот, ну, проявить себя. Вот. И смотрите уже, как он хочет этого, не хочет этого. Если хочет этого, ну, значит, тогда можно попробовать что-то, можно как-то там, ну, пообщаться, сблизиться, да, смотреть друг на друга. Вот. Вот. Если не хочет сближаться, значит, тогда понятно, что человек не ваш, и, соответственно, его нужно что-то? Ну, его нужно оставить. Вот. Почему мужчина так себя ведет? Да, странно. То, значит, что он к вам на вы, то, значит, он к вам на ты. Почему так странно себя ведет? Видимо, это зависит от счастья от его настроения, то есть, когда у него настроение там, ну, такое, более-менее хорошее, да, то есть, когда он настроен там положительно к миру, когда он видит его в позитивном, так скажем, ключе, в позитивном русле, он с вами может говорить на ты. Когда мужчина, наоборот, чувствует там негатив, ну, в большей степени, он может с вами на вы. То есть, это такая вот происходит как бы защита, да, то есть, он защищается таким образом. То есть, вот мне плотно, значит, никто не лезет, не лезет ко мне в этот момент, я держу дистанцию. Вот. Ну, это довольно легко отследить. Если вот мужчина ведет себя так, то, значит, он просто-напросто тяжело впускает людей. такой внутренний мех, вот, и, соответственно, нему нужен, что? Ну, наверное, нему нужен подход такой, ну, адекватный. Да, то есть, чтобы мужчина, может быть, чувствовал, что им, там, например, дрожат, может быть, чтобы мужчина чувствовал, что он интересен, может быть. Чтобы мужчина мог доверять, да, он не может доверять, он не получается доверять. Ну, по какой-то причине. Это, опять же, не важно сейчас, по какой. Ну, и вопрос заключается в том, собственно говоря, готовы ли вы, хотите ли вы иметь такого вот проблемного человека? Поем, окружи, окружи, да? Вот. То есть, я понимаю, что... Я понимаю, что мои слога, они сейчас, ну, наверное, не кажутся какими-то такими, знаете, правильными, да, и так далее. Я это понимаю, хорошо понимаю. Но я также и понимаю и то, что если вы сами будете вести, ну, как бы, если вы сами не будете о себе заботиться, если вы не будете выставлять какие-то, вот, личные границы по отношению к мужчине, да, к человеку, то в будущем у вас могут быть и разочарования, и какие-то сложности, и, возможно, даже, может быть, там, проблема с самооценкой. То есть, вы там, например, на что-то надеетесь, а мужчина раз, и дает задний ход, и вам неприятно, вам тяжело, и все, и, как бы, как бы, вам плохо. Вот. Поэтому подумайте, подумайте, что заставляет вас, например, как бы, ну, стремиться к нему, что заставляет вас надеяться на то, что между вами что-то будет, да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, почему, почему так, почему вы, ну, как бы, на это надеетесь, зачем вам это нужно, вот, ибо взаимоземпатия, это еще не значит того, что у вас обязательно там будет, будет любовь, у вас обязательно будут какие-то отношения, и так далее. Тем более, что мужчина пытается держать дистанцию, да, что говорит о том, что либо он не уверен в себе, либо он не уверен в чувствах, либо у него есть какие-то обстоятельства, которые ему мешают, да, вот. То есть, я надеюсь, понятно, что, значит, для того, чтобы видеть свои дальнейшие действия, для понимания того, что нужно делать вам дальше, вам необходимо определиться со своими желаниями. То есть, чего я хочу, чего я жду, вот. тот мужчина, да, который, которого я выбрал, может ли этот мужчина дать мне то, чего я хочу? и, как бы, почему я решила, так, что он может мне дать это, ну, может мне дать то, чего я хочу, вот. Как бы, что на это указывает, на то, что это указывает. Если себе на эти вопросы ответите, если сможете себе ответить на эти вопросы, если не будет у вас завышенных ожиданий, если будет у вас помимо, помимо него еще кто-то, ну, еще кто-то, с кем вы могли бы, ээээ, как-то вот, эээ, ну, встречаться, да, как-то взаимодействовать, эээ, то вы можете смело, в принципе, сближаться с ним, эээ, пробовать что-то, что-то, ну, для себя с ним, вот. в этом ничего плохого не будет. Если нет, если, кроме него у вас больше никого нет, да, и на горизонте только он, то, тогда, конечно, я бы вам не рекомендовал бы с ним сближаться, эээ, вот, потому что это может привести к, эээ, ну, довольно, серьезным, негативным последствием именно для вас. И если вы этого не хотите, то, соответственно, будет лучше, если вы не будете подвергать себя такому, такому риску. Тем более, что это на работе ситуация происходит. То есть, вы можете и работу потерять, ну, или вам будет некомфортно работать, вот. То есть, служебный роман, в принципе, нежелательная штука. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.